Всем привет! С вами канал Территория Мужчин и в сегодняшнем видео мы будем делать монтаж кружка с якорем. Для ловли щуки на локальных точках нужно добиться того, чтобы расставленные снасти не уплывали, а оставались стоять на одном месте даже при наличии сильного ветра или течения. В этом случае я использую оснастку кружков с якорем. Комплектация таких кружков следующая. Это собственно сам кружок, в моем случае покупной диаметром 120 мм. Монолеска толщиной 0,4-0,45 мм, в моем случае 0,45 мм, покупалась в Китае, кому интересно ссылочка будет в описании к видео. Силиконовые стопорки, металлический поводок длиной сантиметров 20-30 мм. Двойник или тройник, в моем случае вот такой небольшой двойник, так как щуки в моем регионе не особо большие. Рыболовный карабин среднего размера и грузила весом от 20 до 120 грамм. В моем случае грузик весом 30 грамм, так как глубины небольшие, щуки небольшие, этого вполне достаточно. Грузики я выливаю сам, кому интересно, я могу снять видео, как сделать форму и выливать такие грузики. В общем, берем кружок, берем нашу леску и наматываем на кружок определенное количество лески. При ловле в относительно чистых местах на кружок можно намотать около 15 метров лески. Если рыбачить приходится на закоряженных или заросших травой участках, длину можно делать на 2-3 метра больше, чем глубина в точке ловли. Я в большинстве случаев ловлю на меляках, так что длина лески на моих кружках будет около 5 метров. Наматываем 5 метров лески и продолжаем. Итак, намотали нашу леску, закрепили ее на кружку, вот наша леска и теперь приступаем непосредственно к монтажу. Для этого берем вот такие силиконовые стопорочки, берем один из них и натягиваем его на леску. Так, вот один стопорочек у нас есть, далее берем наш металлический поводок, вот так он выглядит. Можно купить, можно изготовить самому. На одном конце у него карабинчик, на другом конце вертлюжок. Берем вертлюжок и продеваем его сквозь леску. Так, теперь берем второй силиконовый стопорок и продеваем его сквозь леску. Получилось вот так. Данными стопорками мы ограничиваем наш поводок. Силиконовые стопорки ограничивают движение поводка по основной леске. Передвигая их, можно быстро регулировать глубину погружения живца. Стационарный кружок лучше оборудовать жестким металлическим поводком. При использовании мягких материалов, живец будет часто запутывать монтаж. Грузило крепится к основной леске через карабин, что упрощает процесс транспортировки снастей. Берем нашу леску, берем наш карабин и привязываем леску к карабину любым удобным для нас способом. Вот такой узел у нас получился. Лишнее отрезаем. Вот так. Теперь цепляем наш грузик. Грузик весом 30 грамм. Вот так. И цепляем наш крючок. В итоге снасть у нас выглядит вот так. Грузик лежит на дне. При помощи данных силиконовых стопорков мы выставляем глубину погружения живца. Вот наше дно. И выставляем глубину как нам угодно. Живец крутится вокруг оси основной лески и привлекает щупку. Так как рыбалка ведется на стационарную снасть, кружки расставляют на русловых бровках, по краям глубоких ям, у нижней границы подводных возвышенностей, по краям закореженных участков, в прибрежных омутах и в окнах растительности. Лично я люблю ловить на такие стационарные заякоренные кружки, так как не нужно гоняться за кружками по всему водоему. Ко всему прочему, обычные кружки чаще запутываются, плавая по водоему. В общем, я настоятельно рекомендую изготовить такую снасть, как кружок с якорем и испробовать ее в деле. На этом видео заканчиваем. Всем спасибо за просмотр и всем пока, до новых встреч!